Жительница Самары Галина Каледа всю жизнь была заядлым мясоедом. Раньше завтрак без бутерброда с колбасой не засчитывался. Путь вегетарианства начался с йоги. Сначала она стала ходить на занятия, а спустя 7 лет стала тренером и еще больше погрузилась в философию духовных практик. По словам девушки, следуя принципу йоги Ахимса, не насилие. Она постепенно исключала из своего рациона мяса, рыбу, морепродукты, яйца, некоторые молочные продукты, соблюдая все каноны духовного развития. Погрузившись в вегетарианство, Галина сделала для себя много любопытных открытий. Это достаточно разнообразная еда. Это возможно, когда и сама только начинала, тебе кажется, что тогда есть, если ты не будешь кушать мясо, если убрать мясо, останется рис, картошка, макароны, что ли. Но нет, по факту, если просто погрузиться в это, очень много всего интересного. И для меня вкус по-другому, вкус блюд по-другому раскрылся. Например, мой муж готовит шикарный вегетарианский плов. И в такие вот моменты ты понимаешь, что это не вкус мяса, например, делай его таким вкусным. Это вот какие-то специи или другие продукты. Антон, супруг Галины, рассказывает, секрет того самого вегетарианского плова, простой, вместо мяса – шампиньоны. По его словам, подмена основного ингредиента только добавляет блюду-изюминку и никак не уменьшает его вкусовых качеств. Сам Антон от мяса не отказывается, но вегетарианскую философию супруги поддерживает. Я совершенно спокойно к этому отношусь, меня это как-то сильно не трогает. Если я прям чего-то именно хочу, я пошел себе вот на ярмарке, купил сардельчик, буженинки прекрасные, то есть позавтракал, яичко себе пожарил, поэтому в этом проблем вообще никаких нет. Когда мы работаем, там есть столовые, есть кафе, рестораны, где можно поесть прекрасные мясные блюда и самому не заморачиваться их готовить. Один из вариантов сытного и полезного завтрака в семье Галины и Антона – нутовый омлет с овощами. Нутовый омлет готовится без яиц и молока. Нут полностью заменяет белок, омлет, ну, потому что мы его разводим в водичку и он получается жидкий. В съемочной группе телеканала «Самары ГИС» удалось продегустировать настоящее вегетарианское блюдо. Необычный новый вкус для меня, учитывая, что нут я никогда не ела раньше. Омлеты я предпочитаю классические. Здесь что-то такое экзотическое. Главное в этом деле – закусить все это колбаской. Колбаса на самом деле тоже оказалась растительного происхождения. Врачи отмечают, вегетарианская диета позитивно сказывается на здоровье человека. Снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний, атеросклероза, подагры, нормализуется холестерин в крови, снижается риск онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта. По словам медиков, во многом это связано с тем, что вегетарианцы, как правило, не только следят за своим питанием, но и в целом стараются вести здоровый образ жизни. Однако диетологи обращают внимание вегетарианцев на необходимость следить за разнообразием своего рациона и рекомендуют раз в год проходить полное обследование организма. В любом случае появляются дефициты, дефициты по белкам, по аминокислотам, что может привести к различным видам аномии. Могут быть дефициты витаминов, особенно дефицит витамина В12, который находится именно в мясе, продуктах животного происхождения. Дефициты микроэлементов, цинка, селена, масса, да, то есть всю таблицу Менделеева можно взять и назвать, какие могут быть. Поэтому обязательно нужно смотреть, то есть вегетарианец должен постоянно раз в год делать чекап организма и смотреть по анализам крови, есть ли какие-то у него отклонения от нормы. Сухость и бледность кожи, быстрая утомляемость, отсутствие сил и энергии, головокружение, ломкость волос и ногтей – это первые признаки анемии на фоне отказа от продуктов животного происхождения. Для восполнения дефицита веществ на помощь вегетарианцам приходят витамины, БАДы и обогащенные специализированные продукты. Как вы считаете, из вас получится вкусный салат? А что вы предпочитаете, майонез или подсолнечное масло? А как вас порезать лучше, кубиками или дольками? В погоне за бережным отношением к природе не стоит забывать и о противопоказаниях. Вегетарианская диета не рекомендуется беременным и кормящим женщинам, детям до 18 лет, а также людям в период восстановления после операций. Галина Топилина, Петр Пламеев, События.